Так как на нашем канале это видео под номером 100, то оно будет слегка нестандартным. Во-первых, я не буду кривляться, изменяя голос. Во-вторых, видео будет долгим и, как по мне, с крайне интересной темой. Так что запасайтесь чаем и приколюшками, а я начну свой топ-10 возможных причин, по которым мы пока не нашли инопланетян. Однажды физик Энрико Ферми задался вопросом, где все, или если точнее, где все инопланетяне. Так и возник парадокс Ферми. Когда мы оцениваем размер Вселенной, число землеподобных планет, а также ряд других переменных, становится понятно, что в одной галактике должны быть десятки тысяч или больше внеземных цивилизаций. И поскольку галактике порядка 10 миллиардов лет, у разумных миров было достаточно времени, чтобы связаться друг с другом. Так если инопланетяне статистически существуют, то где они? Почему мы не можем их обнаружить? Земля особенная. Гипотеза уникальной Земли предполагает, что цепь событий, которая создала жизнь на нашей планете, была настолько сложной, что только биологически идеальный вихрь мог бы создать ее еще где-либо. Хотя, возможно, существуют похожие на Землю планеты, ни одна из них может и не содержать в точности необходимые условия для развития жизни. Другими словами, мы не встретили никаких инопланетян, потому что их просто нет. Или их настолько немного, и они так далеки, что контакт крайне маловероятен. Основным фактором, который делает Землю гостеприимной к жизни, является ее длительный период относительно стабильных климатических условий, абсолютно уникальной орбиты и положением планеты. Если бы не наше точное положение относительно Солнца или Луны, на планете было бы слишком жарко или холодно, недостаточно кислорода и слишком нестабильные условия, чтобы поддерживать жизнь за пределами бактерий. Палеонтолог Питер Уорт и астроном Дональд Браунли были первыми, кто представил гипотезу уникальной Земли. И хотя прошло уже 15 лет с момента рождения гипотезы, а мы нашли массу землеподобных планет, ученые все еще уверены, что шансы существования жизни на этих мирах чрезвычайно низкие. У любой разумной жизни есть камень преткновения. Согласно теории Великого Фильтра, инопланетная жизнь действительно существует. Но разумная жизнь не в состоянии продвинуться технологически достаточно далеко, чтобы изобрести космическую связь дальнего радиуса действия или космические путешествия. Хотя наши современные космические корабли, спутники и радио говорят о том, что мы близки к точке невозврата, возможно, нас неизбежно ожидает барьер или катастрофа, которые либо уничтожат нас, либо приведут к деградации технологий. Мы знаем, что катастрофические природные катаклизмы периодически навещают Землю. Так что вполне возможно, что эти же события уничтожают миры повсюду, отправляя разумную жизнь обратно в каменный век, прежде чем технологии смогут адекватно развиться. Или, возможно, мы уничтожим себя в ходе ядерной войны. Каким бы ни был этот фильтр, нас ждут только плохие новости. Мы не только не сможем связаться с другими космонавтами, но и умрем, вероятно. Есть и светлая сторона этой теории. Некоторые считают, что мы первые, кто пройдет через этот фильтр, поэтому, скорее всего, станем доминирующей расой в космосе. Они ушли из Вселенной. Согласно футуристической гипотезе превосходства Джона Смарта, разумная внеземная жизнь однажды существовала в нашей Вселенной, но стала настолько совершенной, что переехала в лучшие места. Если быть более точным, инопланетяне развились настолько, что перестали смотреть на внешний космос, а сосредоточились на внутреннем. Эту концепцию можно сравнить с миниатюризацией, которую мы наблюдаем на компьютерах. Первоначально они задумывались как огромные технологии, заполняющие целые комнаты, но затем стали меньше, вплоть до карманных, одновременно с этим развивая сложность и мощность. Для сторонников теории превосходства разумная жизнь развивается во многом таким же образом, постоянно работая над более плотным и эффективным использованием пространства, времени, энергии и материи. В конце концов мы будем жить и работать в наномасштабах, пока не станем настолько малы, что поселимся в черной дыре вне этого пространственно-временного континуума. По мнению Смарта и остальных, черные дыры – конечный пункт назначения. Они позволят идеальные вычисления и обучения, временные путешествия, добычу энергии и другое. Цивилизации, которые не достигают этого, обречены. Другие космические существа также могут работать над собственным превосходством. Кроме того, следуя закону Мура, эти существа скорее достигнут превосходства прежде, чем освоят космос. Земля не так велика, как мы думаем. Возможно, было бы слишком гордо полагать, что инопланетяне интересуются нами или нашей планетой. Могут существовать и более интересные населенные миры. И разумные существа скорее будут тратить свое время на их исследования, а не на Землю. Эта теория полностью противоположна теории уникальной Земли. В нашей планете вообще нет ничего особенного. Внеземная цивилизация, способная перемещаться или общаться на световые годы, едва ли будет переживать о нашем существовании. Мы ведь не разговариваем с мухами, правильно? Кроме того, у нее точно будут свои шикарные технологии. Поэтому наши жалкие ресурсы им ни к чему. К примеру, если им понадобятся минералы или другие элементы, их полным-полно в космосе и без Земли. Кроме того, независимо от того, насколько разумны существа, путешествие на световые годы – непростой подвиг. Каковы шансы того, что они потратят свою энергию на то, чтобы навестить нас, когда есть 8,8 миллиарда похожих на Землю планет во всем Млечном Пути? Последователи этой теории утверждают, что думать, что Земля – лакомый кусочек, это страдать тем же геоцентризмом, который привел к ошибочному преследованию Галилея. Мы живем в виртуальной реальности. Возможно, одно из самых тяжело воспринимаемых объяснений парадокса Ферми – это гипотеза планетария. Наш мир представляет собой форму планетария в виртуальной реальности, созданного с целью дать нам иллюзию, что Вселенная пуста. Мы не обнаружили никаких внеземных цивилизаций, потому что эти внеземные цивилизации не включили это в программу. Основы этой теории уходят корнями в идею Декарта, который задался вопросом, как мы можем знать, что мир вокруг нас реален, если мы просто мозг в чане, который думает, что живет в реальном мире. Вместо того, чтобы помещать мозги в чан, современные сторонники этих идей думают, что мы живем в компьютерной симуляции, созданной продвинутыми инопланетянами. Эти пришельцы используют достаточно энергии, чтобы манипулировать материи и энергии на галактических масштабах. Почему они хотят наблюдать за нами, как за муравьями? Может быть просто для удовольствия? А может просто, чтобы убедиться, что они могут? Вы удивитесь, но философы и физики весьма серьезно относятся к этой идее. Они говорят, что мы скорее окажемся искусственным интеллектом, в сфабрикованном мире, чем обладающими собственным разумом. Кроме того, мы скорее всего обнаружим симуляцию, так как точно заметим сбой в системе или разработаем адекватный эксперимент, чтобы подтвердить эту теорию. Мы живем в космической глубинке. Хотя разумная инопланетная жизнь может существовать, наши планеты могут быть слишком далеки друг от друга, чтобы коммуникации были оправданы или возможны. Земля может быть так далеко от других обитаемых миров, что нас могут просто не разглядеть. Если этого недостаточно, чтобы почувствовать себя одинокими, некоторые утверждают, что большинство других миров находятся относительно близко друг к другу и взаимодействуют, в то время как мы находимся за бортом этой пандгалактической вечеринки. Корни этой идеи уходят в математическую теорию, известную как перколяция, которая описывает, как вещи стягиваются в случайной среде. Если взять теорию перколяции за основу, Вселенная естественным образом сформировалась в виде крупных скоплений и нескольких меньших областей. Другие разумные существа живут в крупных скоплениях, а Земля изолирована. Вместо того, чтобы пытаться вступить в контакт с этими существами, некоторые, вроде Стивена Хокинга, считают, что нам нужно затаиться. Хокинг говорит, что если мы получим внеземной сигнал, нам нужно быть крайне осторожными, не отвечая, пока не разовьемся. В противном случае мы можем повторить судьбу коренных американцев после прибытия Колумба. Мы пока не обнаружили их сигналы. Ученые, вроде Фрэнка Дрейка и Карла Сагана, утверждают, что отсутствие доказательств – это не доказательство отсутствия инопланетян. Охота на внеземную жизнь существенно ограничена отсутствием государственного финансирования, которое необходимо, чтобы ученые могли позволить себе обширный арсенал инструментов и ресурсов для отслеживания инопланетян. Исторически так сложилось, что программа поиска внеземного разума полагается только на арендованные радиотелескопы и другое оборудование, которым можно пользоваться в течение ограниченного времени. Эти препятствия сделали реальный прогресс практически невозможным. Но есть и хорошие новости для тех, кто думает, что контакт с внеземной жизнью – хорошая идея. Радиотелескоп Эллен Рай, предназначенный специально для поиска внеземной жизни, начал работать в 2007 году. Этот гигантский телескоп, состоящий из 42 отдельных 6-метровых телескопов, в значительной мере был построен благодаря соучредителю Microsoft Полу Аллену. После многочисленных неудач он, наконец, начал делать свою важную работу. Если что-то будет пытаться связаться с Землей, то он узнает об этом. Мы не можем распознать их сигналы. Даже если другие планеты гостеприимны к жизни, смогут ли существа там развиваться аналогично жизни на Земле? Может быть, они настолько отличаются от нас, что мы не в силах различить их сигналы? В принципе, это возможно. Если вспомнить, например, о летучих мышах, которые могут визуализировать звуковые волны, хотя мы видим только свет. Возможно, инопланетяне и мы оборудованы принципиально разным набором чувств. Как отметил космолог и астрофизик лорд Мартин Рис, они могут заглядывать нам в лица, а мы просто не распознаем их. Проблема в том, что мы ищем нечто, что очень похоже на нас, обладает подобной математикой и технологиями. Я подозреваю, что жизнь и разум могут существовать в таких формах, которые мы даже не можем себе представить. Все становится еще сложнее, если пытаться связаться с высокоразвитой рацией, которая использует другие методы коммуникации, нейтрино, например, или гравитационные волны, недоступные нашему пониманию технологии. Точно так же наше примитивное радио может быть не больше, чем белым шумом для них. Если инопланетяне и люди не похожи, маловероятно, что мы сможем связаться с ними и разрешить парадокс Ферми. Сверхорганизмы суицидальны по своей сути. Гипотеза Мидеи, придуманная палеонтологом Питером Уордом, гласит, что люди и другие сверхорганизмы несут в себе семя саморазрушения. В некотором роде это хорошо увязывается с теорией Великого Фильтра, так как предполагает, что мы умрем до того, как сможем связаться с внеземной цивилизацией. Гипотеза названа в честь Мидеи, из греческой мифологии, которая убила своих детей. В нашем случае планета – это Мидея, а мы – ее потомство. Мы не хотим умирать, но Мать Земля требует этого. Вымирание встроено в нашу биологию, чтобы гарантировать, что мы устранимся прежде, чем создадим полнейший дисбаланс на Земле. После того, как люди станут неизлечимой чумой на планете, мы сделаем нечто, что гарантирует нашу собственную кончину. Уорд считает, что почти все предыдущие массовые вымирания были спровоцированы живыми организмами. Например, он возлагает вину за два периода земли снежка, которые состоялись миллионы лет назад, на растения, которые распространились настолько дико, что поглотили чрезмерное количество углекислого газа. Это привело к глобальному похолоданию, а следовательно и к гибели растений. Аналогичным образом, если люди виновны в нынешнем изменении климата, нет никаких гарантий, что наш собственный вид может выжить. Короче говоря, наши внутренние самоубийственные часы остановятся задолго до того, как мы получим шанс пообщаться с инопланетянами. Они ходят среди нас. Звучит как научная фантастика, но многие люди уверены, что инопланетяне живут и работают вокруг нас. К примеру, бывший министр обороны Канады Пол Хеллайер дал интервью в 2014 году, в котором утверждал, что на Земле живет порядка 80 различных видов инопланетной жизни. Некоторые из них, включая скандинавских блондинок, выглядят почти идентично людям. Другая группа больше похожа на инопланетян и по большей части скрывается от людей. Хеллайер не одинок в своих убеждениях. Физик Пол Дэвис и доктор Роберт Трандл также полагают, что инопланетяне ходят среди нас. Такие люди уже разрешили свой парадокс ферме. Инопланетяне существуют. И хотят люди или нет, но они уже среди нас. Ну а на этом у меня все. И небольшая просьба. Отпишитесь в комментариях, какая из этих теорий наиболее правдоподобна на ваш взгляд.